здравствуйте друзья вот уже кому на роду написано быть маленькой девочкой всю жизнь вот так это наша хохоша она же женечка если вы поищите на канале хохо через черточку то вы найдете старые видео с женей она у нас появилась тут школе когда 2009 году девятом то есть семь лет назад выиграла карту да жила где-то погая где вы жили погая с каким яхала учиться к нам откуда вы про назвали на форуме на форуме нашла на форуме говорим про да мы тогда все активно очень участвовали на форуме и вот женщина к нам приехала я с ней снимал сколько-то видео но но не не в аэропорту как то вы к нам нет вы начали только видео снимать и вы начали снимать видео тестировать на мне ну в общем короче это один из первых наших героев сначала у нас женечка просто приехала потом она работу искала слушайте я извиняюсь а вы что уже это семь лет опыта у вас да ничего себе а все как школьница ну подождите так а вы как сказать начальник большой нет я не начальник я делаю автоматизацию тестирование но ручку золотят не обижают не обижают так подойти а у вас еще бабечка есть до 10 месяцев малышу тоже миша зовут тоже миша под этим у него папа миша сейчас михал михалыч а что же так разнообразить то они не хотели как-нибудь вот как-то так захотелось назвать майкл майкл я помню мы на свадьбе были у женщки софии софия помните выходе у вас там была такая подруга приезжала из нью-йорка не из новосибирска она 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 из новосибирска моя подруга она она живет нью-йорке вот вы друзья видели типичных сибирячек вот женечка у нас из новосибирска так сейчас подруга ты в нью-йорке так и живет правда такая мне понравилась хорошая такая подруга была вы дружите все еще да 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 вот мы со студенчества подождите у вас еще была подруга мрынка да и я так помню даже такую историю что вы случайным образом прикупили домик и и она там же рядом рядом с нами да как или мы рядом с ними да то что они вперед нас как давно вы купили домик то 4 года представляете что за это время случилось да мы просто удвоили сцены за это время не совсем но почти почти удвоились слушайте что-то я хотел сказать так а у нее тоже деточки да у нее двое но вы детки как-то общаются ваши или не разные по возрасту они разные по возрасту мой мальчик все совсем маленькие и детки уже постарше послушайте а вы ведь университет заканчивали по какой-то странной профессии да стратегический менеджмент вот стратегический менеджмент а теперь вы стратегические скрипты какие-нибудь пишете я пишу джава программы то есть вы не на скриптовых логичах то есть вы какой-то бэкэнд тестируете или что я у меня ну и в том числе бэкэнд да и я сейчас работаю с big data у меня у вас много там да это да очень много объема и пишу фреймворк для тестирования данных различных за вас на работе любят я надеюсь я надеюсь на форуме больше не пишите ой так сейчас вообще никогда абсолютно я дома то не все делаю что хотелось слушайте а вы скажите вот то дайте у нас много молодых людей почему-то они спрашивают знаете один и тот же вопрос беспокоит всех вот как свое время сайте будет ли погром значит вот сейчас спрашивают джава или python а мне кажется и то и то очень популярно то есть в принципе это зависит от компании даже у нас в нашей команде мы разделились кто-то пишет на java кто более комфортно себя чувствует на java а кто-то пишет на python но это именно для тестирования для тестирования да а программе что если программистом быть если программистом быть ну я не знаю если честно у вас на чем пишут у нас на джаве пишут в основном java даже сейчас сейчас некоторые программы на продукты на скале такой вопрос вот вы можете сказать что в кремниевой долине какие-то такие происходят изменения вот за за те семь лет что вы тут которые делают место менее пригодным для жизни ну помимо даже роста цен там на жилье только рост цен на жилье и все все остальное ничего все остальное отлично рост цен это самый такой больной вопрос я думаю вы как проскочили повезло повезло да то есть получается вот те кто сейчас придет допустим буквально через четыре года захочет после вас купить а так никто же не знает что вы через четыре года кто его знает может быть будет какой-нибудь обвал цены наоборот будет опять хорошо покупать но вас не было вот мысли такой всей семьей сняться куда-нибудь махнуть но мы думаем об этом есть такой уже есть что правда но единственный вопрос это работа потому что конечно сколько работы здесь нигде нет столько нет тем более вы уже чему-то научились вы востребованы а сколько вы работ за это время поменяли не то что прыгаете все время четвертая работа я работаю я работал сначала в стартапе в небольшом потом этот стартап купила более крупная private компания все равно то же самое считаю то же самое да потом я пошла работать в другой стартап но я считаю что это были две работы потому что там я перестала заниматься первоначальным продуктом и стала заниматься продуктом новой компании фактически сменил род деятельность но но в той же компании ну да потом я пошла работать стартап еще третий ну да этот стартап купил так ты то есть вы работали в америку онлайн до американ онлайн это был бы занимались видео адвитазмент рекламой так а потом я пошла работать в интуит где сейчас работаю финансовым софтвером занимаетесь но я занимаюсь big data для всего интуит это на наш subdivision я себе представляю то есть наши клиенты это внутренние продукты интуитовские данные организуем и благородное дело все вокруг денег но и налог можно сказать что вы каждый раз вот двигаясь из компании в компанию каждый раз приобретали что-то в виде зарплаты да всегда да конечно смысла иначе не но сейчас у вас уже такое ощущение что вам как бы именно в денежном плане как бы нет смысла двигаться все таки вы уже довольно давно работаете вы могли выйти на такой потолочек ну я думаю что наверное уже вышла на потолочек ну мне так кажется конечно есть еще куда расти потому что и так как я раньше занималась менюл тесты а вот сюда я уже пришла как автоматизатор то я в должности немножко ушла вниз а на зарплате как бы ушла вверх понял понял да то есть расти в принципе еще есть куда зарплатно но то есть вы не жалеете когда-то пришли в фаркнов компьютер школ это друзей приобрели слушать вы на самом деле можно сказать и мужа с мужем познакомились на почве учебы в нашей школе но нет он уже не работал вот потом у нас преподавал немножко а потом мне рассказывали вот вы скажете можете они про потом рассказывали что вы разбирались сиквелом и он пришел вам помогать где-то он там рядом жил и вот так вот и но мы просто уже дружили в то время как друзья уже помогал да а не то что вот так а потом я работала ему помогала над его проектом а у него был проект вот да да я помню изучением английского языка а он есть еще проект или он есть еще до назывался он интернет полиглот он так и называется . я помню интернет полиглот . ком там можно было там был такой инструмент для зазубривания слов английских это правда и до сих пор есть и игры различные вот так что вот друзья если кто-то хочет английских слов и поиграться значит интернет полиглот . ком женщина ну давайте я тогда вам пожелаю всяких там дальнейших благ вы так нам ручкой помашите вот и приходите еще сниматься на нашем канале всем удачи